Владимир Путин провел минувший день в Италии с такой насыщенной программой, что журналисты едва успевали следовать за российским лидером. От павильона на всемирной выставке в Милане до ватиканских залов. Вот краткая география этого визита. О ее миланской части наш европейский корреспондент Андрей Баранов. Открывая национальный день России на всемирной выставке в Милане, Владимир Путин напомнил, на экспо «Наша страна» давний гость. Первый российский павильон привезли в Лондон в 1851-м, в год зарождения международной традиции. По словам Путина, на тему нынешней миланской выставки «Питание для планеты. Энергия для жизни» России есть что сказать. Россия, на которую приходится десятая часть пахотных земель в мире и пятая часть запасов пресной воды на планете, всемирно содействует обеспечению мировой продовольственной безопасности. В 2014 году мы собрали один из самых высоких урожаев зерновых – более 105 миллионов тонн. Это позволило нам не только полностью обеспечить собственные потребности, но и существенно нарастить экспортный потенциал до 30 миллионов тонн. Россия сегодня третья страна в мире по экспорту зерновых. Италия – четвертый мировой и третий европейский партнер России по объемам торговли, которые продолжали бы расти, если бы не санкции. Итальянский бизнес отчитался о потерях в полтора миллиарда долларов. Экспорт в России упал на 17%. Вот у нас есть несколько проектов совместных российско-итальянских, в том числе, скажем, в области инфраструктуры. И очевидно совершенно, что итальянские компании, которые боролись за эти контракты, выиграли тендеры, заинтересованы в их реализации. Но они встали, не могут быть реализованы в связи с санкциями в отношении некоторых наших финансовых учреждений. Просто нужно искать выход. Ну или санкции отменяете, или какие-то другие предлагаете инструменты, если, конечно, хотите поддержать свои компании. Ну, мы партнёров найдём, естественно. Но мне кажется, что не следует отказываться от наработанных инструментов и от взаимовыгодных контрактов. То же самое касается и, скажем, нашего сотрудничества в военно-технической сфере. Там не хоть и какое сотрудничество-то, честно говоря. И оно не имеет принципиального значения для обороноспособности России. Но отказ от некоторых заранее спланированных совместных действий и контрактов привёл к тому, что итальянские компании недополучили миллиард евро. Обсуждали не только двустороннюю, но и международную повестку. Ренци подчеркнул, Россия в решении важнейших мировых вопросов должна оставаться за столом переговоров. Международная ситуация сложная. Я имею в виду не только вопросы, которые нас разделяют, но и проблемы, требующие нашего совместного участия и решения. В первую очередь, это глобальная угроза терроризма, о которой мы будем говорить на встрече с президентом Путиным. Итальянский премьер, первый из лидеров «Большой семёрки», встречавшийся позавчера в Баварии, кому довелось лично увидеться с президентом России. У Путина спросили, остаются ли у Москвы хоть какие-то отношения с форматом, в котором Москва не участвует с прошлого года. Что касается наших отношений с «семёркой», то у нас нет никаких отношений с «семёркой». Какие у нас могут отношения? Когда мы работали в этом формате, мы принимали участие в обсуждении, в подготовке каких-то итоговых документов, которые, кстати, не носят обязательного характера. Но мне казалось, что в этом был какой-то смысл, потому что мы хотя бы представляли какую-то альтернативную точку зрения. Ну, наши партнёры решили, что они в этой альтернативной точке зрения не нуждаются, это их решение. Но это же не организация, это так клуб по интересам. Мы желаем успеха этому формату, потому что любые контакты, любое обсуждение, оно всегда, мне кажется, должно идти на пользу развитию международных отношений. Есть более широкие форматы, такие как «двадцатка». Безусловно, затронули на переговорах и украинский кризис, и Путин и Ренци отметили, что единственный путь к его разрешению по-прежнему в исполнении Минских соглашений, которые, по словам президента России, до сих пор исполняются выборочно. Несмотря на серьёзность обсуждаемых за закрытыми дверями вопросов, итальянский премьер старался много шутить, в том числе и на гастрономические темы. Всё же лейтмотив всемирной выставки «Еда». Российский павильон и его содержимое у Матео Ренци вызывали неподдельный интерес. «Я очень обеспокоен, как будет обстоять дело с традиционными русскими напитками. Я знаю, какой в России национальный напиток. Надеюсь, дойдём до дегустации после того, как поедим». Впрочем, опасения итальянца оказались беспочвены. В российском павильоне лидеров угощали квасом. Матео Ренци напиток пришёлся по вкусу. В первый месяц работы выставки российский павильон посетили около 400 тысяч человек. Россия здесь будет представлена до самого закрытия экспо в конце октября. К слову, в истории всемирных выставок именно Милан для России является одним из самых успешных городов. В 1906 году здесь же, в Италии, российская экспозиция завоевала около двух сотен различных призов. Из Милана Владимир Путин направился в Рим. В Ватикане его ждала встреча с папой римским Франциском. Приветствуя друг друга, президент и понтифик обменялись подарками. Владимир Путин привёз выполненное шитьём полотно с изображением храма Христа Спасителя. Франциск подарил президенту медаль с изображением ангела-миротворца. Беседа в папской библиотеке длилась более часа и, как сообщается, была доброжелательной. На ней обсуждались различные гуманитарные и международные вопросы, в том числе и ситуация на Украине. Эта же тема поднималась на встречи Владимира Путина с президентом Италии Серджио Мотореллой. Российский лидер подробно изложил свою оценку причин украинского кризиса и его нынешнего состояния. Серджио Моторелла заметил, что день у Владимира Путина выдался насыщенным. Президент России добавил, все встречи получились интересными и содержательными. Продолжение следует...